Всем привет друзья, с вами Карабаш74 и сегодня мы с вами посмотрим на очередную модификацию для игры Евротрак Симулятор 2, это Mitsubishi Lancer Evolution. В общем сегодня с утреца посидел, покопался, нашел ее, но она для версии 1.23, там было сказано, вот, я ее поставил на последнюю версию стимовскую, сегодня, на сегодняшний момент, вот, на 25 число июля 2016 года и она заработала на 1.24 без проблем, но проблемы есть естественно, все легковушки у нас с проблемами, с небольшими. Итак, располагается он у нас в автосалоне Renault в первом слоту. Поехали, изменение конфигурации. В принципе, знаете, детализация, детализация, она очень хороша, скорее всего ее тоже откуда-то сконвертили и просто затолкали сюда в ETS. Кстати, фары сделаны в 3D, это не текстура, это в 3D все выполнено и это замечательно. Я думаю, что с какого-то, с каких-то спортивных симуляторов, мне, кстати, вчера написали по поводу Ford F-150, мне написали то, что его, скорее всего, тоже сконвертили и там игрушку даже указали какую-то, кому интересно, может зайти почитать комментарии. Вот, мы рассматриваем и я говорю, обалденно сделано. Тут, понимаете, тут целая неделя уйдет только одну эту фару делать. Вот, я не думаю, что кому-то в голову бы пришло. Кстати, дворники каким-то странным цветом, бестекстурные они. Когда какой-то текстуры не хватает, собственно, они становятся какими-то вот такими вот кроваво-красными. А так, знаете, в принципе, детализация очень даже хороша. И так, переходим непосредственно к аддонам. Аддоны нет. Шасси у нас нет. Двигатель. Audi Engine. Audi Engine. Engine 140. Какой поставить-то? 460 Audi. Ауди и второй Audi 750 к был. Давай помощнее. В смысле, а что? Сейчас же только не было ничего. Появилось. Ладно, хрен с ним. Движок, восьмиступенчатая коробка передач. Перелазим непосредственно в салон. В салоне у нас тоже выбор небогатый. Замыленная такая текстура. Полигоны видно. Так, что у нас тут еще мы имеем? В принципе, детализация, знаете, она хороша. Но вот с текстурой, конечно, с текстурой надо было бы поколдовать чуть-чуть. Она серая просто текстурка. Торпеда есть. Стрелки почему-то на торпеде нет. Не знаю, почему. Может, она потом появится. Вот. Эти тачки, их собирать начали, по-моему, с 92-го или 93-го года. Вот. Специально тогда ралли проходило. И вот эту тачку, именно раллиную-то и делали. Она, по идее, это очень хороша. Эта машина, так же, как и субарик, так же и митсуба очень хороша. Итак, здесь у нас, в принципе, ничего такого-то и нету. Зеркало заднего вида, кстати, оно отображает. Не знаю, насколько корректно оно отображает, но... Так. Давай, наверное, мы ее сделаем... Красным, что ли? Я, почему-то, знаете, в основном встречал синий и красный. Больше никаких. Не, синим прям вообще не смотрится. А вот темно-красная, она, в принципе, смотрится. Да, давайте вот такую сделаем, сохранить как шаблон. Пускай она вот такая будет, прямо, брутально малинового цвета. Отлично. А далее... Далее идут у нас обвесы. Мигалка, да ладно, она еще и работает, поди? Точно. Смотри, мигалочку-то прямостили, и нормально. Кстати, специально, видимо, постарались. Какая-то синяя мигалка. Но она не мигает. Свет у меня включен, но она не мигает. Так, такая вот есть. Пали. Пали сжа. Это, по-моему, португальский, наверное, какой-то язык. Либо грузинский какой-то. Не знаю я даже. Ну, я думаю, что эти люди мне отпишутся быстро в комментариях и скажут, чей же это язык. Пали сжа. Наверное, вот эту можно оставить. Она, в принципе, смотрится. И обтекаемая такая, знаете, шикарно выглядит. Далее. Зеркала. Зеркал нету. Их вообще снять можно. Нет, не снимается. Так. Сзади какая-то точка есть. Стандарт. Антенны добавляются. Видал? Антенны теперь есть. Ну, пускай будут. Чё ж теперь? Уж. Спереди есть какая-то точечка. Стандарт. Ещё две точки добавляются. А, стробоскопы есть? Ну, они же не мигают. Ну, кой хрен нужны стробоскопы? Я понять не могу. Да. Вот так вот вообще будет зачёт. Не, давай поставим стробоскопы. Может быть, действительно они начнут мигать. Не знаю, правда. Я, знаете, я сомневаюсь. Кофе. С утреца. Так. Далее. Колёса. Колёса Эва. Свои стоят. Далее. Диски Эва. А вот с болтами и прочей хернёй надо разбираться. Ага. Убирается. Хорошо. И... И убирается. Замечательно. Просто супер. Всё. Теперь оригинальные у нас получаются диски. Далее. Тут у нас всё нормально. Здесь нормально. Убираем лишнее. Так. Так. Воу. Диск исчез. Погоди. Стоп. Вот. Вот этот нужен. Да. Всё. Вот теперь вообще всё замечательно. Сзади у нас больше точек никаких нету. Кроме как антенну. Вот эти ставились. Вот они стоят. Сзади. И всё. Больше ничего такого на неё здесь я поставить не могу. Спереди GPS-навигатор. Это очень хорошо. Это у нас зеркала. Они ничего не делаются. Далее. Идёт у нас шарик повесить. Ну куда ж без шара-то в машине. Я вообще не представляю. Лохматые кубики можно повесить. И я повешу шарик, который переливается. В некоторых ночных клубах есть такие шары. В принципе шар хороший. У меня в машине будет тоже как в ночном клубе. Итак. Всё. Больше ничего не поставить. А не погоди. Вот точка. Хм. Ноутбук. Не. Сумку возьму. Походная сумка. Живу в машине. Приходите в гости называется. Так. Фоткаем. На превьюшечку сфоткали. И собственно поехали. Принять. Трейт ин. Да. Ок. Поехали. Геймпад в руки. Город прогрузился. Шарик болтается. Так. Начинаем снаружи. Воу. Воу-воу-воу. Ты куда уехал-то? Ты вперёд пододвигайся. Да. Замечательно. Просто супер. Водила с рулём у нас отдельно сидит. Да. Он им поворачивает. От грузовика руль. А. Ну. Естественно. У него же ещё и ноги торчат из машины снизу. Ну. По аналогии вещей они по идее должны торчать. То есть. У нас от третьего лица вот такая вот извращенская картина наблюдается. По-другому я её никак не назову. Кстати. Там номера поставили. Номера нам поставили. Нифига себе. Евросоюз. Иди твоя мать. Так. Что далее? Далее у нас. Давай сразу ночь включим. Вот так вот. Ночь включим. Но это убого. Вот смотрится это вообще убого. Ну чё вот. Куда? Возила вообще там где-то сидит. Мигалка. Мигалка работает. Что я не услышал заводку двигателя. Её нету просто. Машина электрическая. Так. Свет. Ближний. Окей. Окей. Подожди. Давай время попозже поставим. 24. Вот так вот. В принципе знаете смотрится. С видом от третьего лица видна подсветка приборной доски. И это не может не радовать. Кстати навигатор мы тоже видим. И шар тоже болтается. Замечательно. Свет включается на приборной доске не в зависимости от того какой сейчас включен свет. Нормально. Гудка нету. Пересаживаемся в салон. Включил поворотник. Ничего не щелкает. Ни хера ничего короче такого нету. Поворотники работают. С другой стороны. С другой стороны работают. Дворники. Да вот. Бестекстурные дворники. А это мимо машин проезжает. Я думал завелась все-таки. Не, ну работает. Что тут сказать? Можно. А, ну да. Замечательно. С этой стороны они не работают. Они снаружи работают. Не, погоди. Что-то я вообще ничего понять не могу. Так. Ага. Пересаживаемся. Не работают. Ха-ха. Не работают. Кстати, у нас светящаяся какая-то... Какой-то шнурок. Шар висит на светящемся шнурке. Ух. Слепота, короче. Вообще караулы идут. Так. Вырубай поворотник. Стоп-сигналы работают. Задний свет работает. Все работает по большому счету. Но она... Она электрическая. Это немножко... Смущает, наверное, что ли. Так. Что нам надо? Что-то я хотел. А, я хотел время. Время дня и ночи поменять. Ну, девять. Отлично. Вот и как ездить, когда дворники не работают? Поехали. Не, ну чё, это смешно. Подожди. Стоп. Давай хоть радио, что ли, включим. Я не знаю. Во. Ну, хотя бы с радио поедем. Потому что звука вообще никакого нет. Рвет, в принципе, хорошо. Включаем дворники. Да. Они сделаны для того, чтобы просто были. Да. В дождик на такой машине, конечно же, плохо будет ездить. Не, ну знаете, она рвет очень хорошо. Мы уже больше сотки едем. 160. В принципе, без проблем. Сейчас выйдем на шоссе. Воу-воу-воу-воу! Потащила ее. Трудно управлять будет. Сразу могу сказать. На газольку только чуть-чуть давишь. Все, смотри, она рвет. Вау, 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 потащила. Чёрт, она вообще неуправляемая становится. На большой скорости вы просто её не удержите. Вау, 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 вау. Тихо. Хе, нет, это было не так. Сразу могу сказать, отвратительно в управлении. До сотки разгоняемся без проблем. Машину можно держать. Вот, включаю круиз-контроль. Едем. Едем и хорошо едем. Дворники не работают. Я надеюсь, после моего обзора всё-таки мы до дела возьмутся и поправят дворники на ней. Потому что снаружи они, мать его, не работают. Снаружи, точнее, работают, а изнутри они не работают. И при большом разгоне, то есть больше 150, всё, машина становится просто неуправляема. А так, знаете, давайте ещё немножко разгонимся. 130. Где вот этот предел, сейчас мы найдём его, попытаемся. Руль как будто клинит, короче. Как-то странно он себя ведёт. Ещё. 150. В смысле? Ты чё за глох-то? Эй, заводи есть. Поехали. 150. Ну, идёт нормально. На 150 тоже хорошо идёт. Так что, в принципе, в принципе, можно взять её, так сказать, покататься. Но, знаете, блин, с неработающими дворниками это хуже некуда. Вот дождь, банальная ситуация, да? Дождь и всё. И триндец. Да куда ж ты? Видишь же, сзади машина летит. Ну, если это можно назвать, летит. 150. В принципе, неплохо. Давай газулечку придаем. 200. Воу-воу-воу. Да, она до сих пор разгоняется. 210. А, ну всё, максимум. 213. 216. 200... Ой, водила вылетел. А вот и наши ноги с рулём торчат. Это во всём они виноваты. С вами был Карабаш74 со своим таким кратким обзором на Mitsubishi Lancer Evolution. Скачайте, посмотрите. Может быть, вам понравится. Мне, если честно, не очень понравилось. С водилой косяк и с дворниками косяк. То есть, чисто для игры, если брать, то это сделать просто не представляется возможным. То есть, как ты будешь протирать стекло. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok